По телевизору после объявления мирового финансового кризиса мы часто видим сюжеты, рассказывающие о бедственном положении в экономиках разных государств. В них говорится об экономических проблемах, о требующихся новых заимствованиях и сообщается о долгах больших размеров. Новости разнообразные. То опять США поднимают планку своего астрономического госдолга, ставшего уже анекдотом. То ФРС снова понижает ставку рефинансирования. То Италия испытывает проблемы с долгами. То Португалии требуются вливания в экономику. То Греция снова просит дать ей взаймы. Давайте посмотрим на карту мира и нанесем на нее государство с долгами. Начнем с должников с самыми небольшими заимствованиями. В первую группу вошли государства с величиной госдолга до 1 миллиарда. Это мелкие государства, такие как Багамы, Мутан, Черногория, Гаити и Доминиканская республика. В совокупности эта группа должна чуть более 12 миллиардов долларов. Следующая группа – это государство с величиной долга до 5 миллиардов. Среди них есть африканские государства – Молдова, Узбекистан, Исландия, Афганистан и прочее. Их совокупный долг – около 130 миллиардов долларов. Далее идут государства с величиной долга от 5 до 10 миллиардов. В эту группу входят такие страны, как Армения, Туркмения, Иордания, Ливия, Сирия и другие. Их совокупный долг – около 120 миллиардов долларов. Следующая группа с уровнем долгов от 50 миллиардов долларов. В этой группе – страны Балтики, Белоруссия, Иран, Египет, Тунис, Куба, Северная Корея и прочее. Совокупный долг этих государств – более 700 миллиардов долларов. Группа государств, идущая далее, имеет величины долгов от 100 миллиардов и включает в себя Ирак, Венесуэлу, Малайзию, Саудовскую Аравию, Израиль, Чехию, Казахстан, Украину и другие. Их совокупный долг – уже полтора триллиона долларов. Каждое государство предпоследней группы имеет величину долга до 400 миллиардов долларов. А вся группа имеет совокупный долг более 2,5 триллионов долларов. В эту группу входят Гринляндия, Бразилия, Польша, Индия, Мексика и прочее. Наконец, самое главное – 22 должника. Китай, Россия, Португалия, Греция, Дания, Австрия, Швеция, Канада, Австралия, Швейцария, Бельгия, Люксембург, Ирландия, Испания, Италия, Норвегия, Япония, Франция, Германия, Соединенное Королевство. Весь Евросоюз имеет долг, практически равный госдолгу США. Ну и, наконец, самый большой должник – Соединенные Штаты Америки. Удивительно, но в мире все ведущие страны являются должниками. Если вычесть из всех резервов стран все их долги, то получается следующая картина. На данной карте можно ясно увидеть, кто в мире является производителями благ, а кто является их потребителями в долг. Однако должны так или иначе все. Если так, то почему бы странам не списать друг другу взаимные долги и тем самым не выйти дружно из кризиса? Благо есть встречи восьмерки, двадцатки и многие другие ежегодные экономические форумы. Почему так не делают? Тут всплывает другой вопрос. Верно ли мы понимаем ситуацию? Должны ли страны друг другу? Оказывается, большинство стран должны третьей стороне – совокупной корпорации банков. МВФ – мировой банк – это одни из представителей этой совокупной корпорации, в которую входят и государственные банки практически всех стран, и корпоративные банки, и частные банки. В сети был найден данный график роста глобального долга, а также его внутренняя структура. Общий долг на данном графике превышает вычисленное нами значение государственного долга на 2010 год почти на 40 триллионов долларов. А общие долги стран совокупной банковской корпорации больше этого в два раза и достигают 200 триллионов долларов. Более половины глобального долга – это долг единой совокупной корпорации банков. Почему единый? Потому что алгоритмы, по которым действуют все ее представители, одинаковы. А значит и влияние их на мировую экономику может расцениваться как воздействие единой системы, которую по своему желанию настраивает субъект управления. Каково же это воздействие? В экономике поток финансов должен соответствовать потоку товаров и услуг. В одну сторону от производителей к потребителям идут товары и услуги, а в другую сторону идут финансы. Банковская корпорация обозначена как единая структура – банк, так как все ее участники имеют одинаковые алгоритмы воздействия на экономику. Банки в нормальной экономике собирают и перераспределяют потоки финансов. Они как сердца в кровеносной системе экономики. Предположим, всего в экономике 100 рублей, а у совокупного банка своих активов на 10 рублей. Посмотрим, что будет происходить при выдаче беспроцентной кредитной суды. Она, обернувшись по всей цепочке, возвращается банку. Что же происходит с экономикой при наличии судного процента по кредиту? Допустим, расставчическая ставка 25%. 2,5 рубля – это 25% от 10 рублей. Значит, после круга банку из экономики общества должно будет передать не 10, а 12,5 рублей. Если банк выдает на следующем круге суду на эту сумму, то по завершении круга общество должно отдать уже более 15 рублей. И так до тех пор, пока все деньги в экономике не станут долговыми. К тому же, при каждой выдаче кредита под расставщический процент в экономику, по всему обществу распределяется заведомо неоплатный долг, так как денег в экономике всегда ограниченное количество. А значит, по возвращении ссуды, кто-нибудь в экономике обязательно пострадает, лишится денег. Некоторые скажут, а что такого? Экономика-то работает, товары идут от производителя к потребителям, все крутится. Однако такое положение отдает в руки корпорации расставщиков и тех, кто ее курирует, полную власть над управлением жизнью и смертью общества через управление его экономикой. Например, на очередном круге или в течение нескольких финансы начинают выводиться из круговорота товарообмена и вкладываться, к примеру, в спекулятивный сектор экономики, который ничего не производит. В итоге возникает дефицит средств платежа, товарооборот замедляется. По прохождении некоторого критического уровня некоторые предприятия встают, некоторые банкротятся из-за невозможности сбыть продукцию. Общество входит в управляемый кризис экономики, который, однако, многим представляется как стихийное бедствие. Чтобы производителей разорялось не слишком много и процесс не носил массовый заметный характер, приходится вводить в обращение новые деньги. Этим занимаются центральные банки стран, создавая деньги изначально как долговые обязательства или меняя экспортную выручку на вновь созданную внутреннюю валюту. В любой момент банки могут придержать поток кредитов, из-за чего почти сразу возникнет дефицит средств платежа, так как все деньги долговые. В результате нарушается нормальный товарооборот, потому что просто нет денег для осуществления обмена, или товарообмен становится убыточным для некоторых участников рынка. Это только грубые примеры работы с денежной массой, которые призваны показать суть алгоритмики существующей финансовой системы. Что же делать в такой ситуации? Самым глупым было бы пытаться изжить ростовщичество, уничтожая банки. Это повлекло бы большие бедствия для мира, так как банки – это центр кровеносной системы экономики стран, кредитно-финансовой системы. И сами по себе обеспечивают товарооборот, то есть сопровождают переток товаров от производителей к потребителям с помощью финансов. Проблемой является судный процент, который, обесценивая деньги, уменьшая их платежеспособность, постоянно вызывает инфляцию и к тому же осуществляет переток благ в одни руки. Это подобно играм с ненулевой суммой или во дни ворота. Глобальное казино всегда в выигрыше. Судный процент в кредитно-финансовой системе обеспечивает безальтернативный выигрыш ростовщикам, что бы ни делали все остальные. Какие есть пути изменения этой ситуации? Необходимо действовать на том уровне, на котором каждый из нас может. На личностном уровне в первую очередь не брать кредитов под процент. Также не стоит использовать депозитные вклады, так как их влияние на платежеспособность общества подобно судному проценту. Давая проценты по депозитам, ростовщики просто делятся куском своего паразитического пирога, полученного через проценты по кредитам. Ставки по депозитам всегда ниже кредитных ставок. Во-вторых, всем необходимо самообразовываться, узнавать больше о том, как действует кредитно-финансовая система и как не попадать в финансовые ловушки. На общественном уровне для взаимопомощи и поддержки нужно объединяться в артели, колхозы, общины, кооперативы, кому что нравится. Даже элементарный общак, коллективная касса, организованная несколькими семьями, делает положение каждой из них более устойчивым и стабильным. Коллективно всегда легче помогать друг другу. На государственном уровне необходимо запретить кредитование под процент. Банки же свои риски могут покрывать тем, что будут становиться совладельцами тех проектов и предприятий, которые кредитуют. И тут уже банкам нужны будут профессиональные аналитические отделы, разбирающиеся в проблемах отраслей народного хозяйства и способные оценить, принесет пользу обществу тот или иной проект или нет. В систему образования необходимо ввести курс изучения различных экономических моделей, альтернативных существующим, чтобы широта горизонта будущих управленцев была больше. А при правительстве необходимо создать комитет, отслеживающий в обществе все альтернативные экономические модели и новейшие разработки в этой области. Конечно, этими мероприятиями не решить все проблемы в экономике. Однако эти небольшие шаги каждого из нас будут способствовать оздоровлению всего народного хозяйства. Действуйте на том уровне, на котором можете, и все у нас получится. Правда ведь за нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!